Заблокировали. Ну ладно, мы не горюем. Девочки, мы не горюем. В общем, я хочу сказать, что я прочла комментарии под своими прошлыми видео и русскоязычные комментарии, на что там написали, что я вип-казашка. Я вип-казашка. Я вип-казашка. На камре семидесятки. Я не понимаю, где моя... Где мой кальян тогда? Где мои песни? Я вип-казашка. Я вот... I want to tell you that someone in Russian just called me, like, I look like a вип-казашка. Вип-казашка, it's means in Kazakh, like, you are like, the simple Kazakh girl, but rich Kazakh girl, but I'm not rich. I don't know. More often, these Kazakh girls have sugar daddies, and where's my sugar daddy? I'm the peanut who forgot the skin. I'm anjink. all the indonesia пользователи на самом деле hate от меня многие, многие, а у меня еще есть фанаты классные. Ладно, это не важно. Я короче вам говорю о том, что они называют меня anjink, это называется собака. Да. The dog. И, короче, я это орех, который забыл о свою скорлупу. Вот. peanut who forgot the skin. Не поймите, я все понимаю, но этого не понимаю. Почему так необоснованно? Какие обвинения? Может, я похожа на собаку, я не понимаю. Почему у меня называют собакой, если я не... А, подожди, я гавкала. Я во сне гавкала? It's weird. Weird when people start body shaming you and like, haters message like DMs, I mean. Like, don't show your body it's bad or something like this. People have to understand that showing your body and feel your body it's normal. You can't cut this. It's normal. It's physically. Can someone explain why I should be ashamed of my body? It's my body. It's physically. You have a body. And you have a body. It's normal. Universe made it. God made it. I don't know. It's normal. I want to show you how I lost my weight. And everybody like don't show your don't show your body. Oh my God, you have a body. How ashamed you have to be. Ведет такой классный мультик про, короче, я его вообще увидела давно-давно-давно, когда я была маленькой, но тут я, короче, заново у меня флэшбэкнула и я увидела еще одни, короче, эти тизеры и потому надо посмотреть. Посмотрите обязательно, потому что там про еду. Готовьте, сейчас будет трэш для русскоязычной аудитории. Это просто капец. Просто слушайте. Просто слушайте. Это незнакомый мне номер. Девушка, больше на этот номер напишите, не звоните, это его девушка. Пошла нахуй. Прикол в том, что я этому номеру никогда не писала, никогда не звонила, вот вообще никогда. Потом, как оказалось, это мой, как бы уже бывший друг, да, Ильхам. И, короче, Ильхам, если ты увидишь, моргни, если тебя держат заложников. Она тебя не съест, и я тебе обещаю. Так, ару, типа, серьезно. Она мне еще позвонила, то есть он мне позвонил, типа, не пиши сюда, не звони сюда. Я говорю, я тебе когда-нибудь звонила, я тебе когда-нибудь писала, у меня новый номер, у меня даже, если вы видите, номер его не сохранен. И, короче, прикол в том, что я реально не поняла вообще в чем дело. Я не поняла, что за номер мне пишет, и я написала, типа, а я его жена, ну, чтобы, типа, прикольнуться. Но потом, короче, никто моих приколов не оценил. Прикол в том, подписчики, давай мы с тобой замутим какое-то видео, или что он собирался делать, я вот так и не помню, на самом деле. И человек как-то как бы потянулся, я типа, ну, ну, и что? И вот. Вы понимали, такой трэш у меня впервые, но я вот немножко в афиге. Да.